الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم الآن في نهاية اليوم الثانية في نهاية الدخول موظفة أحباً أتمنى بكم على أعلى في مهمة جزء من المسلما وقالت نهاية الإسلام كما كان لها نهاية سنوات ومثلت في مهمة она немножко потерялась и ушла в тень. И это тема, которая касается темы уакфов. То есть, что такое исламский уакф, что такое вообще понятие уакф, что об этом говорится у нас в религии, в Куране, в хадисах пророка, саллиллаху алисалям, ученые, как это применяли на деле сподвижники, таби'ины, их ученики, а далее и даже все последующие ученые, и в том числе и у нас, получается, в нашей местности, по Волжье, Средняя Азия, Турция, да, и в целом страны исламского мира, там этот термин уакф, он был широко распространен, и проекты, которые касались уакфа, их было очень много. И по сей день, где-либо в стране, в каких-либо странах это есть, но во многих, конечно, странах это понятие утрачено. Что означает слово уакф? Слово уакф в арабском языке означает остановить. Уакфа, я кайфу, остановился, останавливается. Уакфен, остановка. В языковом значении. В шариатском понимании слово уакф означает, когда принадлежность какой-либо вещи приостанавливают, и пользу, выгоду, которые извлекают из этой вещи, пускают на определенные цели. И, как правило, да, эти самые цели, это, конечно же, заслужить довольство Всевышнего Аллаха. То есть, то, что Аллах, Субханава Тааля, разрешил, то, что Аллах, Субханава Тааля, дозволил, и человек, мусульманин, использует это самое дело ради достижения довольства Всевышнего Аллаха, вот это вот и есть понятие уакф, вот это вот и есть понятие уакф. Я сейчас вам объясню более подробно, дам примеры, да, из аятов, из хадисов пророков, Салли Аллаху Алисалям, и вам станет ясна картина, что же такое уакф и как это раньше существовало. Если мы почитаем Кур'ан, Аллах, Субханава Тааля, во многих аятах призывает нас, чтобы мы тратили на пути Аллаха, чтобы мы выплачивали садака, закат и иные какие-то вещи, для того, чтобы достичь довольства Всевышнего Аллаха. Аллах, Субханава Тааля, например, «Ва ма тумфику мин хайри юва фаилейкум, ва антум ту ля туфлямун» Какое бы вы добро не израсходовали ради довольства Всевышнего Аллаха, на пути Аллаха, то вам воздастся сполна и с вами не поступят несправедливо. То есть, даже любая копейка, потраченная на пути Аллаха, или же любая какая-то выгода, польза, какое-то применение, потому что, когда мы говорим про благие дела, там же не всегда речь идет про деньги, про копейки, рубли, доллары, евро, золото, серебро, там и так далее. На пути Аллаха можно работать многими вещами. Кто-то, например, там, допустим, что-то построил, кто-то что-то сделал, да, кто-то же, например, оказывает какую-то помощь именно на пути Аллаха ради довольства Всевышнего Аллаха, не имея в этом никакой цели получить коммерческую выгоду. И поэтому Аллах говорит, даже пылинку, которую ты потратишь ради Аллаха, это тебе вернется. Это тебе вернется, и Аллах, Субханава Тааля, тебя не обделит. Тебе никто это не позабудет, и ни с кем, как Всевышний Аллах сказал, не поступят несправедливо, ни о ком не позабудут. И также Аллах, Субханава Тааля, в Куране сказал, «Лян таналюльбирра, хатта тунфику мима тухиббун». Вы, верующие, никогда не достигнете благочестия, довольства Всевышнего Аллаха, вот этого степени, да, если не станете расходовать из того, что любите. И с этим аятом связана очень известная история среди сподвижников, когда неспослался этот аят. Один из сподвижников, Абу Тальха, он был отчимом Анаса ибн Малика, слуги пророка, салли Аллаху алейхи вассалям. И Анас рассказывает, когда, говорит, этот аят услышал Тальха, Абу Тальха, он сказал, у меня, говорит, есть сад, очень красивый и очень плодовитый сад, байруха, или байраха, как его называли, да, то есть это ценное имущество, это не просто деньги, да, это прямо большая недвижимость, которая приносила доход, потому что если обрабатывать там финики, там и так далее, ухаживать за пальмами, они постоянно и постоянно будут тебе приносить большую пользу. И что сделал Абу Тальха? Он пришел к пророку, салли Аллаху алейхи вассалям, и сказал, о посланник Аллаха, этот весь мой сад, он садака на пути Аллаха, то есть является подаянием, я хочу потратить это ради довольства Всевышнего, и хочу, говорит, получить пользу и выгоду от этого сада, от Аллаха, не от кого-то из людей, от Аллаха, и поэтому скажи мне, как мне поступить? То есть он пришел за советом к пророку, и пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, как же прекрасно ты поступаешь, это очень выгодное имущество. И я слышал, что ты сказал, и поэтому я советую тебе, чтобы ты этот сад поделил между своими родственниками, чтобы ты этот сад поделился этим своим богатством, достоянием среди своих родственников, чтобы и они извлекали из этого свою пользу. И поэтому, вот этот ученый тоже приводит пример, то, что это тоже один из тех случаев при жизни пророка, салли Аллаху алейхи вассалям, когда сподвижники что-либо расходуют ради довольства Всевышнего. То, что они любили, то, что у них было близко. Вот, когда мы говорим про сады, финики и так далее, вот для арабов, которые жили в пустыне, владеть деревом, это считается, это вот самое ценное, что у него есть. Это мы сегодня с вами живем, северные широты, по Волжье, Татарстан, Россия, даже Средней Азии. У нас деревьев много, лесов много, у нас вода течет везде, там, да, здесь река, там озеро, там это, да. Мы не чувствуем, как сказать, ценности вот этой самой природы. А там, где жил пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, там пустыня, там камень, там песок, там жара. И где-то чуть-чуть течет вода, маленький ручеек, это огромное богатство. Где-то есть колодец, да, из которого, который наполняется чистой, пресной водой, это самое огромное достояние. Где-то есть какой-то сад, да, который, вот, кучно растут пальмы, дают финики, потом еще тень, там, и так далее. Можно просто сидеть, отдыхать, да, как будто курорт, санаторий какой-то твой личный. Это считалось прям очень сильно большой ценностью. И поэтому, вот, то, что Абу Тальха израсходовал это на пути Аллаха и распределил между своими близкими родственниками свою ценность, свое имущество, это вот как раз-таки является примером того, как они поступали ради довольства Всевышнего Аллаха. И еще один аят. Аллах, Субханаху и Та'аля, говорит, «Инна нахну нухьяльмаута, ванактубу ма каддаму ва аэфарахум». Мы поистине оживляем мертвых и записываем все то, что они совершили, и все то, что оставили после себя. То есть, Аллах, Субханаху и Та'аля, Он дарует жизнь и дарует смерть. Каждому предписана последняя минута его жизни в этом мире. Так? И Аллах говорит, «И все, что вы совершили, а также можете оставить после себя». Поэтому иногда мы... То есть, человек, он такое существо, да, он очень боится быть забытым. Человек очень боится жить один. Ему постоянно нужен кто-то рядом. Ему нужны друзья, ему нужна жена, муж, дети, чтобы с ним кто-то был рядом. Одиночества все боятся. И более того, вот даже если историю почитаем, самое страшное мучение было, когда человека закрывали в тюрьму, это одиночная камера. Это зиндан, где, например, год, два, три, он ни с кем не разговаривает. И там, к сожалению, люди даже с ума сходили. Именно из-за того, нет общения, ты сам с собой. И этого очень сильно боялись. И поэтому из страхов человека, что он будет забыт, вот я умру, что после меня останется? Будут ли у меня дети, которые носить мою фамилию, мое отчество? Будут ли меня вспоминать? Что обо мне будут говорить? Понимаете? И Аллах, Субханава Тааля, что говорит? И то, что они оставили, мы это тоже учтем, говорит. Мы записываем, что говорит, что они совершили, и то, что после себя оставили. Поэтому верующий, который делает ради Аллаха, он не должен бояться того, что о нем позабудут. Вот он, например, там, в 1985 году, в 90 году, он совершил такие вещи, там, допустим, да, он боролся с советской властью, с безбожием, там, и так далее. Он стремился, допустим, там, чтобы слово Аллаха распространилось, чтобы Куран читали, там, и так далее. И проходит время, естественно, молодежь про них начинает забывать. И некоторые бабаи говорят, вы почему про нас забываете? Но суть-то не в том, что кто-то из людей забыл. Суть в том, что Аллах, Субханава Тааля, это не забудет. Аллах, Субханава Тааля, это не стерет, это все будет учтено у Всевышнего. Поэтому верующий должен рассчитывать на то, что Аллах, Субханава Тааля, это оценит. И далее, вот, известный хадис, когда мы его часто, я вот сам с Минбара очень часто говорю, да, и другие хазра тоже о нем вспоминают, это то, что случится с человеком после смерти. Посланник Аллаха, Субханава Тааля говорит, все дела человека останавливаются со смерти, да, кроме трех вещей. Три вещи, они будут постоянно приносить пользу, аджр, награду, покойнику. Первое, это знания, которые он оставил после себя, полезные знания, и люди им пользуются. Это дуа его праведного ребенка, который делает за него дуа после его смерти, да, о Аллах, прости моему отцу, о Аллах, прости моей матери. И третье, что? Садакатульджария, непрекращающаяся садака. И как сказали ученые, вот это вот садакатульджария, это, говорит, и есть вауф. Это когда, какой-либо проект, который был специально обособлен, вот его выделили специально, и который приносит прибыль и расходуется ради довольства Всевышнего Аллаха, это, говорит, и есть, по сути, вауф. Это и есть уах. И поэтому ученые сказали, то, что вот это вот как раз-таки то, когда человек что-либо конкретное обосабливает, построил дом, например, и потом говорит, я хочу, чтобы в этом доме жили нуждающиеся вдовы, например. Хорошее дело дать кров вдове, у которой, допустим, нету кормильца, у которой много детей там и так далее. Или же, например, говорит, я хочу, чтобы этот дом, допустим, был бесплатным жильем для одиноких, престарелых людей, мужчин и женщин, Абилер, Бабайдар. Или же, я хочу, чтобы этот дом был приютом для сирот, например, у кого нету ни матери, ни отца. И он умирает. И этот дом стоит, 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 год работает, пять лет работает, десять лет работает, пятьдесят лет работает, сто лет работает, например, может быть, да, и за все это время, то, что вот он используется для того, чтобы принести пользу для вот этих целевых людей, вот эта награда идет кому? Награда идет тому, кто это организовал, кто это выделил, кто вознамерился, и Аллах, ему за это воздаст. И поэтому в этом хадисе садахат руль-джария говорится как раз-таки в основном про вакф. У этого хадиса есть еще другие ревояты, где посланник Аллаха сказал, каждый верующий говорит, каждый из его дел, из его благих дел последует за ним и после смерти, то есть будет приносить награду после его смерти. Это знание, которое он распространил, или же благой ребенок, которого он после себя оставил, или же мусхаф, напечатанный Кур'ан, который он оставил после себя и дал кому-то читать. Пока тот читает из этого мусхафа, из этого Кур'ана, награда идет этому покойнику. Или же мечеть, которую он построил, или же дом для путника, специально для мусафера, для путника, который он построил, или же реку, которую он прокопал, или же садака, который он выделил из своего имущества во время его жизни и во время его здоровья. Не когда ему плохо стало, а когда ему было хорошо, то, что он выделил тогда. И вот это все, говорит, последует за ним и после смерти. То есть он умрет, но награда будет идти, идти, идти. И теперь конкретно вот сам пример. Первым, кто сделал уахв, как сказали ученые, вот конкретно, прямо со всеми условиями, кто сделал и запустил проект уахва, это был Умар ибн-Хаттаб. Умар ибн-Хаттаб. И когда мусульмане освободили хайбар, вот вообще, если рассматривать жизнь пророка, она делится на несколько этапов. Первый этап это мекканский период, период слабости, период гонений, когда мусульман преследовали, их убивали, их унижали и так далее. И эти 13 лет. Затем посланник Аллаха и сподвижники переселились в Медину. Там уже период силы, период свободы, период, как сказать, благоденствия. Хорошо, никто не преследует и так далее. Но все равно была нужда, была нужда, была бедность. То есть те хадисы, которые мы читаем, например, где говорится, в доме пророка не зажигался огонь 7 дней подряд. Это что такое огонь? Это газовая плита наша. Вот все же мы сейчас, да, вот урок закончится, пойдем домой все с вами, разойдемся, да. Кто-то пойдет, допустим, там, квартиру, куда он снимает, кто-то поедет в свой дом, кто-то, допустим, еще куда-то пойдет, да, вместо своего ночлега. Кушать-то хочется. И для этого что он делает? Чай кипятит, там, еду подогревает и так далее. Пользуется огнем. Сколько раз мы пользуемся в день этим самым огнем? С утра завтра кушаем, например, там, да, или в обед там жена готовит, там, чтобы накормить детей, себя, там, и так далее, да, и вечером. А у пророка с Алиласовым были такие времена, 7 дней подряд нечего просто разжигать. Ну, заждешь ты огонь дальше, что, воду просто вскипятишь. Не было ничего, что можно было бы сварить и съесть. Были такие времена. Но затем последовал этап, когда освободили Хайбар. И Хайбар, это город севернее, чем Медина. И он был известен тем, что он был переполнен садами фиников. То есть, это огромная финиковая плантация. Огромная, да. Все сорта фиников. Хочешь премиум, хочешь обычный. Хочешь кормовой для животных. Хочешь прямо люкс-люкс-люкс, да. Такой самый мощный, самый такой конкретный. Все сорта фиников. И когда Умар ибдул-Хаттаб в качестве трофеев получил часть земли, которая была в этом городе Хайбар. И на этой земле были пальмы, были сады, были пальмы, да. То есть, очень красивое и очень хорошее место. И Умар ибдул-Хаттаб, говорит, пришел к пророку, саллиллаху, алейхи вассалям. И начал спрашивать у него совет. И сказал, о посланник Аллаха, поистине мне, говорит, была дарована земля в Хайбаре. Я, говорит, у меня такого никогда, говорит, не было. Это, говорит, самое ценное имущество, которое есть у меня. У меня раньше такого никогда не было. Вот, чтобы сравнение привести, да. О чем сегодня молодежь мечтает. Или, допустим, вот мужчины, там, 30-40 лет. О чем они мечтают? Что можно сказать? Какой-нибудь хороший дом где-нибудь поближе, да, к городу, да. Двухэтажный, там, допустим, что-то напичканное по электронике. Машина какая там? Гелик, например, как там все мечтают, да. Какой-нибудь хороший гелик, чтобы там ездить туда-сюда. Ну, такие же уж, как говорится, мечты где-то у кого-то там, да. Хороший автомобиль, хороший дом, там, жениться, может быть, и не раз, да. Вот эти вот мысли витают у нас. И, например, представим человека, который достиг этой цели. Что он будет делать? Он этот свой гелик, он будет каждый миллиметр ходить протирать. Только из мойки выехал, сразу все протирает, да. Осторожно, дверь усиленно не хлопай, не включай, то не нажимай, да. Я сам все сделаю. То есть, он будет переживать. Представьте этого человека. И поставьте этого человека на место Умара. Умар ибн-Хаттаб, он говорит, у меня появилось имущество самое ценное. У меня, говорит, такого никогда, говорит, не было. Представили? И теперь Умар что говорит? Он говорит, о, посланник Аллаха, скажи мне, что мне с этим делать. Если, говорит, скажешь, я, говорит, как садака раздам. И вот когда вот сравниваешь иман сподвижников с нами, это совсем две разные вещи, никак не сравнимые. Иногда человек, который владеет таким огромным имуществом, он ради Аллаха потратить копейку, там уже начинает, там уже мнется, да, не хочет, там и так далее, ищет какие-то отговорки, да. Но эти люди, сподвижники, посланник Аллаха, они были готовы распрощаться легко, ради довольства Всевышнего. Что произошло? Он говорит, о, посланник Аллаха, у меня, говорит, не было ничего. Что, говорит, ты мне прикажешь делать? И пророк ему, салли Аллаху ассаляму, сказал, если, говорит, хочешь, оставь этот сад у себя действующим, но при этом будешь расходовать ради довольства Всевышнего всю прибыль, которую тебе приносит этот сад. Что такое сад? Там пальмы, финики, то есть товар постоянно. У тебя огромный, там, я не знаю, тонны, короче, этих самых фиников, которые можно продавать и стать золотым, да. И что, говорит, пророк? Удержи, говорит, у себя вот этот сад, но прибыль, которую получаешь. А раздай, говорит, как садака. И он так поступил, и Умар ибн-Хаттаб, он, говорит, сделал такое намерение, что этот сад, он, говорит, не будет никогда не продаваться. Он не будет никому дариться, и он не будет переходить под наследство. То есть поставил условие, все, это проект, это вакф. Он ни моим детям не перейдет, он после меня, его никто не сможет подарить, и я тоже не смогу подарить, потому что он прямо сейчас делает намерение, да. И он не будет никогда продаваться. Если, например, я сделал такое намерение, все, я не могу его после этого продать. Это все, это уже имущество уакф лилля. Уакф ради довольства Всевышнего. И что после этого сделал Умар? Поставил эти условия и сказал, вся прибыль, которая будет выходить из этого сада, она будет тратиться на фукара, факиров, нуждающихся. Будет тратиться на виль курбе, для совершения благих дел, да, а также для того, чтобы освобождать рабов из рабства на пути Аллаха, путникам, а также гостям. Гости, которые прибыли туда, да, им тоже это будет даваться. Далее он сказал, и не будет греха у того человека, если он будет пользоваться имуществом этого уакфа, если он будет ответственным. Как завхоз, как, я не знаю, как руководитель, да, который ведет, исполнительный человек, который ведет этот проект, не будет греха, говорит, если он сам, говорит, будет. Благим образом питаться тоже этим, прибылью этого сада и без намерения прибавить себе богатство. Прибавить себе богатство или же что-нибудь заработать на этом. Этот хадис приводится в сборнике Сахиха-ль-Бухари. И эта история, она показывает нам, что первым вот в таких конкретных оговоренных условиях это сделал это Умар ибн-Хаттаб. Умар ибн-Хаттаб запустил, отдал вот это вот свое имущество ради довольства Всевышнего Аллаха и поставил конкретные условия. Все, больше никто не может претендовать. И никто из людей не может или же не имеет права присваивать этот себе сад, забирать его, пользоваться таким-то образом, отдавать, арестовывать и так далее. Нет, это все вахв уже ради Аллаха. Также случилась другая история. Другая история, Умар ибн-Хаттаб, это третий праведный халиф, зять пророка, дважды причем, один из первых мусульман. И Усман, он был богатым, то есть среди сподвижников тоже разные люди были. Кто-то был нуждающимся, кто-то был среднего достатка, а кто-то был богатым. И Усман был среди состоятельных сподвижников в Медине. И случилась такая история, когда пророк, саллиллаху алейхи и саллим, со сподвижниками переселились в Медину. В Медине в то время, да и сейчас тоже, да, люди пьют воду из колодцев. То есть было очень много колодцев, ну не так уж много, да, но были колодцы. Но в основном все колодцы, их вода, она была соленой, была горькой и соленой. И лишь один колодец, который был при пророке, саллиллаху алейхи и саллим, в то время, он был пресным и чистым и приятным. И этот колодец называли би-руруме, колодец Рума. Что произошло? Этот колодец, он принадлежал иудеям, одному из иудеев. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи и саллим, видит то, что люди нуждаются в этом колодце, да, они хотят его получить, да, хотят пить оттуда, да. Но этот человек, он продавал воду, то есть он понимает то, что у него выгодное положение, да. Все идут к нему, все спрашивают у него, потому что та вода, она горькая, невкусная или же насытиться ей невозможно, а тут прямо чистая вода. И что случилось? Пророк, саллиллаху алейхи и саллим, обратился к нему. В некоторых реваях, так говорится, он был иудеем, в других реваях, так говорится, просто он был, как сказать, этим мусульманином, да. И посланник Аллах ему говорит, отдай, говорит, этот колодец, и тебе, говорит, будет колодец в раю. То есть не бери деньги с этого колодца, сделай его доступным для всех, и Аллах тебе дарует такой же колодец тебе в раю. И этот человек ему сказал, у посланника Аллаха, у меня, говорит, только этот колодец и все, у меня больше, говорит, ничего нет. У меня, говорит, нет никакого больше достатка. То есть отдам колодец и все, больше денег-то у меня не будет, ничего, да. И он отказался. И когда услышал эти слова Усман, он прибежал к пророку, саллиллаху алейхи и саллим, и сказал, у посланника Аллаха, а тот, который, говорит, выкупит этот колодец, будет ему то же самое в раю? И пророк говорит, да. И он пришел к этому иудею, начал с ним торговаться. Торговался, торговался, и в итоге договорился выкупить половину колодца. То есть, один день иудей продает, а другой день Усман пользуется, ну по идее он же Усману продает, и продал Усману половину. И пост, как только Усман купил, он сразу сказал, это, говорит, ради Аллаха все. Всем, говорит, мусульманам, кто хочет, пейте, да, это все, я, говорит, не буду никаких денег брать. И что случилось? Тот иудей продавал колодец один день, а на другой день бесплатно раздает. Люди, конечно, когда будут брать воду из этого колодца? Когда будет бесплатно. И начали все ходить в день, когда бесплатно, и мусульмане, и иудеи, все жители Медины, и он в итоге был вынужден, хозяин этого колодца, продать и вторую часть этого колодца Усману ибну Афану. И в итоге историки говорят, там цифры разнятся, кто-то говорит 20 тысяч дирхемов, кто-то говорит 60 тысяч дирхемов, да. Вот это, если сравнивать нашими деньгами, один дирхем, это примерно 2,5 грамма серебра, и вот на 20 тысяч, если умножить, это получается сколько там? Ну, нормальная цифра, в общем, получается, да, 50 тысяч грамм получается. Это 50 килограмм, да, если не ошибаюсь, если с математикой все нормально. Вот, 50 килограмм серебра. В то время серебро очень ценилось, это у нас сейчас, у нас там, да, 50 рублей 1 грамм стоит, да, серебра, а золото там 1 грамм стоит там 3 тысячи, 4 тысячи, да. Но во времена пророка, саля лау алейсалям, серебро тоже имело большую цену. И вот, когда умножаешь на 50 килограмм стоимость серебра в то время, да, то получается очень большая цифра. И что говорится? Что Усман не пожалел эти деньги и говорит, ради Аллаха, я говорю, что хочу, говорит, тот самый колодец, который будет в раю. И пророк, саля лау алейсалям, пророк, саля лау алейсалям, очень сильно порадовался и обрадовал Усмана этими райскими благами. И вообще, если вы почитаете жизнь Усмана ибну Афана, то у него таких моментов очень много было. И в одном из хадисов говорится, когда Усман пожертвовал, если не ошибаюсь, тысячи верблюдов ради Аллаха и снарядил войско в битве при Табуке, да, пророк, саля лау алейсалям, обрадовался так сильно и сказал, вот с этого дня, что бы ни совершил Усман, это, говорит, ему не навредит. То есть, он будет из обитателей рая, что бы и какие бы поступки он ни делал, все, он никогда уже не сможет, говорит, что, ну, испортить все те заслуги, которые были до этого. И в итоге Усман ибну Афан, вот почитайте, книги еще продаются, да, есть про него, вот, про его жизнь, каким он был человеком, через что он прожил, да, и в конце его жизни была очень большая смута, что его вероломно убили, да, и хоронили его очень, боясь смуты, боясь фитны, поэтому почитайте, это был удивительный человек. И таким образом, таким образом, Усман, ради довольства Аллаха, отдал это имущество на пользу мусульманам. И вся выгода, вся польза, которая исходит из этого колодца, это тоже, по сути, уахв, потому что колодец, он дает пользу. Какую пользу? Дает чистую воду. И Усман говорит, для мусульман, пейте бесплатно, как хотите, да. И в итоге, что получается, он обособил этот колодец, и пользу, получаемую из этого колодца, сделал дозволенный для всех мусульман. И это тоже один из классических примеров уахва. И поэтому, когда ученые говорят, например, Ибн Аль-Хаджир Аль-Асхаляни, да будет досмиловаться над ним Аллах, он сказал, то, что Усман, что, говорит, сделал, он таким образом, то есть, потратил на пути Аллаха вот эту вот вещь. И сам пророк, салли Аллаху, алейхи вассалям, когда он прибыл в Медину, то есть, если вы читали сиру пророка, салли Аллаху, алейхи вассалям, как он искал место, чтобы построить мечеть? Он отправил свою верблюдицу, да, и верблюдица остановилась там, где Аллах, субхану и Тааля, приказал ей. И она села, и затем выяснилось то, что эта земля, она принадлежит двум сиротам из племени Бану-Наджар. Бану-Наджар, и он обратился к ним, да, и выкупил у них эту самую землю. И на этой земле были пальмы немножко росли, там еще что-то росло, да, затем были еще могилы многобожников. И пророк, салли Аллаху, алейхи вассалям, приказал вычистить эту землю, выровнять ее, да, если могилы были, вырыли и перенесли, да, деревья срезали, то есть подготовили полностью для мечети. И пророк, салли Аллаху, алейхи вассалям, вот эту вот выкупил и сделал уахфом, то есть сделал мечеть, построил мечеть. И там уже до сегодняшнего дня у нас является мечеть, мечеть у пророка, салли Аллаху, алейхи вассалям, да, и при жизни пророка, и сейчас, и до самого судного дня, один намаз, совершенный в этой мечети, он равен тысяче обычным намазам, совершенным в обычной мечети. То есть, вот наш намаз, который мы сейчас совершили в этой закованной мечети, да, если бы мы его совершили в мечети пророка, то мы бы получили тысячи наград, которые мы совершили в этой мечети. И поэтому ученые сказали, среди сподвижников все те, которые, говорит, обладали хоть немного каким-то богатством, все они, говорят, делали что-нибудь уахфом. То есть, никого из них не было таких, которые смотрели легко, а, там, наследство оставлю, своим детям там сделаю, там еще что-нибудь, да, все они, говорит, делали что-либо, оставляли как вахф и специально распространяли. И когда мы говорим про вахф, вахфов бывает великое множество, очень много всевозможных видов вахфов. Например, вахф мечетем, когда человек имеет какое-то имущество, какую-то недвижимость, дом, я не знаю, там, землю, там еще что-то, да, и не продает, не забирает, не дарит ничего, он говорит, я отдаю как вахф это место для того, чтобы построить мечеть, например, для того, чтобы сделать это место местом поклонения Всевышнему Аллаху. Вот, и как это сделал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, да, когда расчистил это самое место, расплатился, выкупил это место, да, и договорился с ними, выкупил у них, очистил, вычистил, и построил мечеть, и как в хадисе сказано, когда он построил, говорит, мечеть, он, говорит, повторял, о Аллах, поистине самая настоящая жизнь, это жизнь в вечной обители, в Ахирате, и поэтому прости же, о Аллах, ансарам и мухаджирам, ну, то есть, которые помогали строить, которые участвовали в этом. И также сообщается, да, что Абу Тальха, о котором мы с вами говорили, да, он тоже потратил это на пути Аллаха, свое место, где он жил. И поэтому, и по сей день, по сей день, это встречается, да, когда люди, даже у нас в Татарстане, да, если вот посмотреть, особенно современные какие-то мечети, да, посмотреть, там, кто землю, кто землю купил, откуда вы ее приобрели, там, и так далее, всегда говорят, вот такой-то Абзый или такая-то Апа, это, говорит, земля ей предлежала. Они, говорит, сказали, это для мечети, говорит, все, уахв, это пусть остается под имуществом мечети, земля для мечети, ничего, ни копейки, ничего не надо, да, пусть это будет уахвом ради довольства Всевышнего. Это было и у татар до революции, да, ну, в нашей местности, да, в Поволжье, когда выкупали, там, да, мечеть, там, строили, допустим, там, или же землю выкупали, там, и так далее, для того, чтобы это существовало, работало, как мечеть. Я уж про Среднюю Азию вообще не говорю, да, там этот уахв на уахве, очень много было уахвов. И вот особенно, да, вот, ну, по поводу, мы начали разговор про Среднюю Азию, вот в Татарстане и в Поволжье, и вообще вот на границах СССР уахвы перестали существовать с революцией. Когда пришла советская власть, они сказали, вся земля принадлежит народу, фабрике рабочим, землю крестьянам, и так далее, и так далее. И все, чем обладал человек, это все было сказано, теперь это не твое, это государство. Вот потом появились колхозы, коллективное хозяйство, да, у тебя есть корова, у тебя есть земля, у тебя там, допустим, там растет пшеница. Нет, ты не можешь один быть, ты не можешь быть единоличником, да, ты должен вместе с нами работать, это все наше, то есть не твое, а наше. Вот так и говорили. И уахвы перестали существовать. Но с момента революции, вот в 1917 году, да, очень много мусульман, которые жили вот в этих местностях и в Средней Азии тоже, переселились в мусульманские страны. Кто-то в Китай ушел, кто-то в Японию, как, например, один известный татарский ученый, да, Иврахим Хазрет, по-моему, да, кто-то, допустим, в Турцию, допустим, там много тоже татарских этих, кто-то в Аравию, и вот по сей день, вот те, которые были на хадже или на умре, вот вы должны знать, да, прямо в Мекке и в Медине до сих пор существуют узбекские уахвы. Прямо так и называют узбекские уахвы, да, это дома, такие простенькие, даже не гостиницы, но типа хостела, то есть двухэтажное здание, трехэтажное здание, там такой ремонт, там кондиционер туда-сюда, и он специально является уахвом для нуждающихся, которые приехали оттуда. На Манган, Анди, Джан, Фергана, туда-сюда, да, то есть вот эти вот все города, ты приехал оттуда, тебе можно там бесплатно жить. И это откуда осталось? Это осталось с тех времен. То есть богатые люди, которые вот в те времена переселились туда со своими деньгами, со своим золотом, они решили вот для моего народа или же для жителей моего города, мои деревни там и так далее, я вот построю это, пусть они там живут, и пусть пользуются, как бы, да, вот моей добротой, моим этим, да, и пусть пока этот дом не рухнет, пока он не этот, да, пусть там живут и этот. Потом в Медине существовали очень много уахвов, именно татарские уахвы. Прямо так и назывались. Но потом они потерялись и каким-то образом, ну, в общем, растворились. Сейчас не найти, но в то время было. Вот то, что мы сейчас видим по телевизору, да, там, Саудовская Аравия, там, богатая нефтяная страна, до того, как найти нефть, они были очень бедными. Очень бедными. И вот кто там вот живет, Бабайлар, да, они рассказывают, мы, ну, пожилые уже дедушки, да, когда, говорит, мы были, говорит, маленькими мальчиками, я, говорит, помню времена, как мы, говорит, бегали за паломниками. Из Египта приехали, оттуда приехали, и, говорит, бегали и просили деньги. Ага, ага, и там, деньги дай, дам покушать, там, этот, говорит, бегали, попрошайничали, говорит. То есть были такие времена. И поэтому это тоже вот, это, это Айбрят, это назидание от Всевышнего для всех нас. Жизнь, она очень меняется. Аллах, Субханава Тааля, меняет нашу жизнь так, как пожелает. Сегодня ты богатый, сегодня ты крутой, завтра ты не богатый. Завтра там тебя там могут унижать, там, и так далее. Сегодня, допустим, там, у тебя на столе нету покушать, там, ни картошки, ни супа, ничего, да. Завтра может так, там, ты вообще там мясом будешь кидаться. Ну, Аллах согласен, так нельзя делать, да. Ну, условно говоря, будешь в достатке жить. Аллах, Субханава Тааля, так меняет. И вот, кстати, так и происходит, да. Вот там в интернете пишут же приколы, там, да. Что там этот, по-таджийски не понимаете, что ли, там, да, в Дешамбе там приехали. Приехали, откуда, говорит, понаехали вы там, да, вот, всем тем, которые приехали туда, как бы шутят уж это, такие вот вещи говорят. Поэтому жизнь очень быстро меняется. И поэтому раньше татарские богатые купцы строили там вакфы. И даже, говорит, строили медресе. Для того, чтобы кто-то либо приехал на хаш или там остался, да, чтобы он там учился. И содержали на те средства, которые купцов, богатеев, которые жили здесь. Понимаете? Вот это можно сейчас представить? Вот то, что сейчас какой-нибудь, там, допустим, там, успешный сын из деревни, там, допустим, какой-нибудь там, Альдермыш, Альмендер, там, и так далее, да. И то, что он содержит медресе в Медине, рядом с мечетью пророка, саля лау салям, и построил огромный вахф, и хочет, чтобы татары там учились, да. Ну, невозможно представить. Поэтому Дуния вот так вот меняется, и поэтому и у нас в истории были такие интересные страницы, когда были вот такие вот вахфы. И вот татарские вахфы потерялись. Узбекские до сих пор есть. И в Медине есть узбекские вахфы, и в Микке есть узбекские вахфы. Это по типу бесплатное жилье для паломников, да, для тех, которые оказались в тяжелых ситуациях. Про тадживские вахфы не слышал. Наверняка они тоже были, да. Уйгурские, по-моему, тоже были, да. У турков, вот именно до Ататюрка, именно на территории Турции, очень много было вахфов. Когда пришел Ататюрк, тоже у всех отобрал, все сказал государство там и так далее. И, ну, очень плохо поступил с мусульманами, которые там жили, у которых были вахфы. Поэтому это говорит нам о том, что у вахфов бывает много. Разные виды. Вахфы для мечети, постройки мечети. Вахфы для медресе. То есть, какой-нибудь человек, обладая достатком, богатством, построил дом и сказал, пусть, допустим, здесь бесплатно живут и учатся ученики, студенты, да, медресе там и так далее. Или же запустил какой-нибудь проект, финансовый проект, и говорит, что вся прибыль, которая поступает из этого проекта финансового, да, чтобы она шла именно на уахф, чтобы она шла на содержание медресе и так далее. И поэтому вот такие вот примеры много. Есть уахфы, где помогает людям жениться. То есть, сегодня во многих странах, чтобы пожениться нормально, да, нужно очень большие средства. Потому что, во-первых, махар дорогой, во-вторых, родственников нужно накормить, в-третьих, там, допустим, там, да, на первых порах нужно снимать жилье и так далее. Куда ты приведешь свою невесту, жену, после женитьбы, да? И поэтому в некоторых странах существуют вахфы, где поддерживают молодоженов. Ты хочешь жениться, ты приходишь и говоришь, я вот нуждающийся, у меня вот такая-такая-то ситуация, хочу жениться вот на той мусульманке с такой-то семьей там и так далее. Вот у нас вот такая ситуация. Вы можете помочь? Можем помочь. Сколько вам надо, столько-то, столько-то, все считают и потом уже оказывают помощь. Поэтому есть даже и такие уахфы. И, конечно же, большинство уахфов это было кормление нуждающихся, содержание нуждающихся. Фукара и масакин, да? Нуждающиеся и оказавшиеся в затруднительном положении. Это самые уязвимые слоя нашего общества. Это самые оказавшиеся в трудной ситуации. И поэтому вот для них, для них тоже учреждалось очень много вещей, где они жили, где они получали пользу, кушали, например, каждый день один раз. Поэтому вот такие вот были примеры из жизни, которые существуют и по сей день. Поэтому уахфы можно делать на любые цели, которые мы пожелаем. Главное, чтобы эта цель была дозволенная. То есть, например, если построят какой-нибудь там дом и скажут, это дом, допустим, для разврата, то это не будет абсолютно никакой нему. Это наоборот, это будет дом греха и разврата и постыдства, и за это человек будет отвечать. Поэтому цель уахфа, то, что дозволил Всевышний Аллах, и то, что стало, то есть, если он стремится достичь довольства Всевышнего. И последний пример, который приведу, и на этом, наверное, остановимся, да. Это когда один из правителей Халеба, Бимашк, Халеб, это территория современной Сирии, Нуруддин Аззенки, известный правитель, да, который жил в средние века, он построил огромный, даже не крепость, знаете, вот как, а вот хоромы большие, дворец построил. И построил для кого? Для нуждающихся. Он сказал, вот, говорит, богатые, говорит, когда живут, они строят себе огромные дворцы, чтобы жить нормально, вкушать все те блага, которые в жизни есть, то есть, рахатляна бешерга, да, вот они вот так вот живут. А я, говорит, построю такой же дворец, но чтобы им пользовались нуждающиеся, чтобы вот они вот тоже почувствовали вот ту самую сладкую жизнь, которую чувствуют богатые, живя в таких вот крепостях. И в итоге он построил и сделал этот самый дворец уакфом для нуждающихся, то есть, нуждающийся, фахир, мискин, мог туда прийти, там жить, ходить, кушать, наслаждаться, спать и так далее, да, а затем уходил, чтобы они тоже прочувствовали вот эту вот сытную, довольную жизнь. Но эта тема большая уакфов, да, цели и так далее, запретность, почему нельзя посягаться на имущество уакфа, да, вот. И напоследок хочу сказать, что уакф это не обязательно какой-то прямо супер-мега-гигантский масштабный проект, который там половину всего человечества нужно кормить, содержать и так далее. Нет, это могут быть даже самые какие-то простые вещи. Например, когда человек покупает мусхафы, куран, заносит в мечеть и говорит, эти кураны, например, я делаю уакфом, да, чтобы они читались здесь, в этой мечети. Доступный пример? Доступный, так ведь, мы же можем это сделать. Или же, например, какие-то другие вещи. Или же, например, кто-то вот говорит, да, я вот, допустим, у меня есть какой-то доход с какого-то дела. Я вот хочу, чтобы весь доход с этого дела, он шел, например, на содержание какой-нибудь мечети. Вот когда мы говорим про содержание мечети, я с одним братом разговаривал, он такой нормальный брат, ну, как сказать, не бедствует, да. И когда начал говорить, что-то мы про мечеть говорили, про ЖКХ, там, да, вот это вот отопление, вода, там и так далее, он так на меня удивленно. А вам что, говорит, государство, говорит, не платит, что ли? Вот за воду, за электричество, там, да, за тепло, там и так далее. Я говорю, ты сколько лет вообще на земле живешь? Ты, говорю, вроде бы мой ровесник, я говорю, до сих пор не знаешь, как жизнь у нас работает, да? Нет, говорю, мечеть сама по себе. Мечеть государство не обеспечивает. И точно такие же, вот как мы на квартире себе получаем кварплату, точно такие же счета приходят и мечети. И электричество, и газ, и то, и это, да, все приходит. Поэтому, я говорю, это вот по идее, это все, говорю, погашается как раз-таки из тех самых средств, которые, говорю, там наполняются вот в ящике в железном при входе в мечеть. И для него это было прямо такое открытие, маша-лла, оказывается, говорит, мечеть, оказывается, сама себя, говорит, смотрит, да, то, что не кто-то там ей, там, этот, из государства все это оплачивает. Поэтому, и это тоже можно держать для вакфа, ну, вакф, содержать мечеть. Поэтому, иншаллах, в пятницу, я думаю, договорим эту тему, тему вакфов, да, и затем, иншаллах, уже вкратце закроем эту самую тему. Субханакаллахумабихамдик, ашадуаллах, илляха, илля анд, астагфирукавату.